сегодня мы будем делать расклад на общение с вашим высшим я или с вашим в данном случае моим подсознанием какие сообщения мы можем получить от этого источника я буду искать руководство от своего высшего я или подсознание на благо всех кто слушает этот расклад я сосредотачиваю свою энергию на своем высшем я и подключаюсь к информации колода карт уже подготовлена мере и достаем немножечко тасуем разбиваем и выкладываем карты 1 1 позиции у нас будет текущее сообщение что подсознание хотела бы нам сообщить в данный момент 2 позиция будет отвечать на вопрос или показывать препятствия или вызовы которые могут мешать нашей связи с подсознанием нашего сознания с подсознанием 3 карта будет показывать совет совет по тому как укрепить связь со своим высшим я или подсознанием и четвертая карта будет показывать скрытые влияния скрытые влияния на ваше подсознание и на вашу способность получать сообщение от вашего подсознания и пятая карта покажет будущее направление будущее направление или результат в вашей жизни если вы прислушаетесь к сообщениям от вашего высшего я или от подсознания не только прислушаетесь но и сумеете их достичь эти сообщения в этой колоде о чем говорит четверка кубков здесь показан человек во всем зеленом он очень благополучен он чувствует себя в текущей ситуации очень благополучно эмоционально человек гармоничен внутри себя не ищет никаких эмоциональных всплесков снаружи и возможно находится в состоянии покоя и чувствует себя наполненным и находит удовлетворение в том что у него сейчас есть в данный момент возможно есть радость в отношениях потому что все радостное здесь и зеленое возможно здесь есть какие-то даже приятные моменты и надежды на дальнейшее улучшение в семейной ситуации в семейной она показывает на на то что вас поддерживают возможно указывает что обратите внимание на помощь или эмоции других людей вы возможно не все ресурсы использовали у вас есть еще дополнительные ресурсы на которые вы можете полагаться то есть эта карта призывает благодарить и ценить окружающие окружающих людей и окружающую среду вашу и возможно находить какие-то новые пути выражение своей благодарности наслаждаться моментом призывает вас эта карта возможно у вас есть предложение или будет которое вас взволнует и ваше подсознание призывает вас не отказываться от такого предложения потому что это будет только на пользу четверка час часто ассоциируется с чувствами эмоциями или отношениями которые довольно благополучны и на этой конкретной карте она показывает что вы находитесь в состоянии эмоционального равновесия и удовлетворения тем что у вас есть однако эта карта также может указывать на необходимость более глубокого рассмотрения своих потребностей эмоциональных особенно и она может подсказывать что вы излишне сосредоточены на своих собственных эмоциональных потребностях и можете упускать из виду потребности других людей которые вас окружают то есть отказывать им от своего внимания или не давать им достаточно чувств человек предлагает рука да неизвестно кто возможно многие люди абандант то есть много вот какие эмоции вы чувствуете в данный момент обратите внимание высшее я говорит на эмоции которые вы чувствуете и какие отношения важнее всего в вашей жизни сейчас эмоциональные и как вы их можете улучшить как мы можем улучшить эти отношения как мы можем улучшить отношения между собой и другими людьми как мы можем улучшить наши отношения здесь говорится о том особенно о том что в самом деле отношения требует внимания и инвестиций вашего времени в эти отношения вам нужно уделить внимание больше какому-то человеку чтобы поддержать ваши здоровые отношения нужно больше время проводить вместе участвовать в каких-то совместных делах не закрываться заботиться о других людях выслушивать возможно их кому-то нужно именно ваше внимание для того чтобы высказаться возможно вам нужно высказаться с кем-то в каких-то отношениях и если есть какие-то конфликты то не закрываться а решать их конструктивно это карта может говорить о том что если у вас какая-то стрессовая ситуация то для уменьшения стресса вам может помочь физическая активность прогулки на свежем воздухе также карта говорит если кто-то вас обидел или вы обидели кого-то то требуется прощать и принимать или развивать в себе навык прощения и принятия других людей не стараться кого-то поменять а принять их такими какие они есть потому что каждый человек уникален и имеет свои слабости и сильные стороны также карта может указывать что вы постараетесь искать поддержку не стесняетесь обратиться за помощью к психологу или другому профессионалу потому что ваши эмоциональные отношения требуют времени и усилий и также тренироваться тренировки нужно для того чтобы улучшать и выращивать свои отношения здесь карты говорят будьте терпеливыми и открытыми для роста и изменений все-таки здесь рост должен произойти и в отношениях так перейдем ко второй позиции вторая позиция у нас препятствия или вызовы это карта старший аркан колесо фортуны показывает нам что может мешать вашей связи с вашим высшим я или с подсознанием что мешает что стоит на пути вашей связи с собственным высшим я почему вы его не слышите но здесь говорится о том что вы его довольно таки хорошо слышите довольно хорошо если вы не слышите иногда то это ваш собственный выбор да девочки и мальчики то есть если у вас есть очень прекрасная шикарная связь со своим подсознанием но вы его иногда решаете отключать и не общаться с ним потому что вы знаете что если вы будете общаться с ним то вам придется меняться или вам придется что-то менять в своей жизни иногда это страшно и здесь ваше подсознание пытается к вам достучаться да донести идею что вам не нужно откладывать на задний план свои эмоции их нужно переживать потому что эмоции как вода они могут побурлить и потом успокоиться как например океан или озеро волны могут в этой позиции два колесо фортуны очень интересное потому что это важное сообщение не стойте у себя на пути карты говорят что в вашей жизни могут быть значительные изменения произойти в эмоциональном плане в ваших отношениях с другими людьми и эти изменения могут быть как положительными так и отрицательными в зависимости от вашей ситуации но дело все в том что вам предстоит столкнуться с неожиданными событиями и они могут быть сложными в отношениях и и подсознание говорит что для того чтобы адаптироваться нужно оставаться гибким и открытым к новым обстоятельствам принимать их в свою жизнь использовать этот момент принимать вызовы учиться приспосабливаться к изменениям и быть готовым к тому что ваша эмоциональная жизнь потерпит сдвиги и вам придется принять решение или сделать выборы потому что здесь карта колесо фортуны указывает на новые возможности и новые шансы которые вам будут представляться в отношениях постарайтесь использовать эти новые шансы как возможность для личного роста и для развития ваших отношений здесь придется рисковать не бойтесь рисковать и не бойтесь вступать в новые отношения и искать новые пути для улучшения своей эмоциональной жизни чтобы вам не так сильно заскучать у вас будет прилив новых людей в вашу жизнь особенно если вы мужчина нам же здесь выпадала королева чаш то есть период какого-то застоя который у вас происходил в вашей жизни возможно закончится и причина этому будете так же и вы когда вы решите что вы готовы вы уже похоже готовы это карта случая 50 на 50 может быть хорошо может быть плохо но дело все в том что это движение в любом случае люди которые вашей жизни уже не нужны они уходят и новые приходят там наша вселенная крутит это колесо кармическое своей ручкой так переходим к третьей позиции здесь здесь в позиции три две чаши представляют собой гармонию между вами и вашим подсознанием или высшим я они могут указывать на желание развития более глубокой эмоциональной связи с самим собой на улучшение отношения к самому себе чтобы лучше понять и прислушаться к сообщениям не игнорировать их к тем сообщениям которые вы получаете от своего высшего я это буквально потребность здесь показано когда вы видите двойку чаш в этой позиции стоит обратить внимание на проявление прощения к самому себе принятие самого себя здесь нужно уделить время на саморелаксацию рефлексацию заботу о самом себе для того чтобы укрепить связь со своим высшим я или подсознанием вы можете использовать различные практики для развития этой связи такие как медитация и ведение дневника автоматическое описание обращение к самому себе с любовью заботой проработкой эмоциональных блоков в этом процессе нужно проявлять терпение здесь говорится то есть не забывайте что это зависит от вашей личной ситуации потому что гармония требуется для воссоединения вас и вашего высшего я в позиции 4 скрытые влияния карта будет показывать любые скрытые влияния и факторы которые влияют на вашу способность получать сообщение от вашего высшего я жезлов новое начало давайте поясним с чем это связано вот у меня уже карты полетели ух ты как интересно так давайте это подвинем новое начало новое начало новое начало новое начало со своим высшим я да или со своим подсознанием у вас очень сильный ум который борется с вашим подсознанием здесь необходимо прислушаться к своим эмоциям прям жизненно необходимо для улучшения своих отношений своих эмоций своего эмоционального состояния и посмотрим нашу завершающую позицию возможное будущее направление потенциал результат каких-то дел или действий ваших если вы прислушаетесь к сообщениям от вашего высшего я или от вашего подсознания что в будущем может произойти ну вот это такой более предсказательный да здесь момент попадает у нас в это положение император поясните пожалуйста нам императора поясните с чем связан этот контроль это жесткость это уверенность ух ты если вы прислушаетесь к своему высшему я что произойдет в вашей жизни если вы откроетесь к сообщениям от своего высшего я или от своего подсознания что произойдет сама по себе карта императора старший аркан символизирует власть авторитет организованность свое государство в этой позиции она может указывать на то что вы обладаете силой авторитетом в своей жизни вы способны создать стабильность в своей жизни и даже в жизни других людей вы можете принимать решения и контролировать ситуацию вокруг себя пятерка жезлов указывает что если вы прислушаетесь голосу своего высшего я или вашего подсознания у вас произойдет значительный рост и развитие потому что у вас достаточно много энергии и задатков на то чтобы создать себе хорошую жизнь вы находитесь на пути к росту и успеху и свою энергию нужно будет использовать чтобы достичь целей и у вас очень много амбиций есть которые вы сможете тоже реализовать мудрость если вы будете больше прислушиваться к своему подсознанию карта говорит о том что у вас есть мудрость и превалирует конечно у вас интеллект вашей жизни ваш ум и мы говорили что нужно находить баланс между эмоциями и умом между эмоциональной жизнью и своим умственным развитием интеллектом здесь вы можете использовать свою интуицию для того чтобы улучшить свое это аналитическое мышление и интегрировать вот эту свою интуицию в принятие чтобы вы прислушивались к ней и принимали правильные решения для достижения своих целей и тогда вы достигнете эмоционального благополучия шестерка чаш говорит о том что удовлетворение наступает когда вы можете найти балансированную границу или границу гармонию между своими эмоциями и эмоциями других людей что приводит к действиям которые заканчиваются позитивно и для вас и для ваших близких родных любимых людей в заключении я хотела бы сказать что вывод из этого расклада такой обратите внимание на свои внутренние ощущения и интуицию особенно если вы чувствуете какое-то внутреннее неудовлетворение вашей жизни в книж неудовлетворение но неудовлетворение их и действуйте в соответствии с этими указаниями, прислушивайтесь к своему внутреннему я, и я уверена, что вы сможете преодолеть любые препятствия и достичь успеха. Благодарю, с вами была Александра, до новых встреч!